Наш канал продолжает следить за судьбой спасенных шпицев, которые около 10 лет провели в заточении у своей заводчицы. Сейчас животные находятся в центре временного содержания, проходят медицинское обследование. Однако ветеринары признаются, что собакам необходимо особое питание и помощь. Спустя всего день после спасения, большинство собак уже чувствуют себя лучше. При виде гостей, журналистов и волонтеров, шпицы виляют хвостами и просятся на руки. Животных разделили на небольшие группы и посадили в отдельные вольеры. Каждого осмотрел ветеринар Центра временного содержания и зооврачи-волонтеры из других мурманских клиник. Многим уже успели отстричь свалявшуюся шерсть и когти, но опрятный внешний вид не значит полного выздоровления. Только что закончился ветеринарный осмотр всех поступивших вчера животных. 20%, около 20% животных находятся в неудовлетворительном состоянии, около 80% находятся в более-менее удовлетворительном состоянии. Дальнейший ход наших действий только содержание животных. Мы никаких решений принимать по данным животным не имеем права, потому что так как это животные находятся под арестом. Не обошлось без жертв. Ночью умерла одна из больных собак. Также зооврачи опасаются за жизни еще нескольких животных, особенно щенков. Сегодня малыши отправятся в областную ветклинику. Специалисты решили, что только там им смогут помочь. Что же касается судьбы конфискованных шписов, ее в течение 10 дней определят судебные приставы. Но ближайшие полторы недели собакам точно придется провести в центре временного содержания, подлечиться и восстановить силы. Однако работники учреждения бьют тревогу. После такого зверского содержания животным необходимы специальные корма, витамины и пищевые добавки. Также псов нужно вычесать, обработать от блох и кишечных паразитов. Мы будем принимать все решения и все возможности, чтобы животные находились в условиях, подобающих содержанию правильному. И принимать все меры для того, чтобы животные хоть более-менее находились в правильной среде. Будем участвовать, привлекать к этому волонтеров. Потому как есть много желающих оказать помощь, много частных лиц и групп, занимающихся непосредственно животными и собаками. Скорее всего, через 10 дней после ареста все собаки будут выставлены судебными приставами на продажу. Вырученные деньги пойдут не в центр временного содержания, а на уплату долга бывшей заводчицы. Зоозащитники, которые спасли псов из заточения, продолжат следить за судьбой каждого шпица. Собаки, естественно, скорее всего, будут все стерилизованы и кастрированы. И если неравнодушные люди готовы их будут забрать к себе, то собакам нужно, возможно, оказывается, медицинская помощь должна будет пожизненно. Это не игрушка. И собаки должны будут пожизненно получать, возможно, медицинскую помощь. С этим должны быть люди готовы, что они с этим столкнутся. Каждый, кто проникся этой историей, может помочь несчастным животным. В ДАР Центр временного содержания примет корма для мелких собак, медикаменты и витамины. Также в учреждении будут рады и добровольцам, которые придут вычесать и подлечить всех животных. Подробную информацию можно узнать по телефону 24 97 65. Наша съемочная группа продолжит следить за судьбой спасенных шпицев. Ремезова Ирина, Андрей Карабань. Специально для Арктик ТВ.